Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» о самых ярких событиях минувших 7 дней расскажут мои коллеги и я, Лилия Хайрулина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Люберцах прием вел депутат Государственной Думы Михаил Терентьев. Прийти в общественную приемную на встречу с ним мог каждый желающий. И таких людей оказалось немало. Кто-то просил восстановить справедливость, кто-то выражал свою благодарность. А житель города Люберца Иван Авраменко подготовил целых 12 вопросов к Михаилу Борисовичу. Один из важнейших вопросов, с которыми я сюда, так сказать, пришел на прием к нашему депутату Государственной Думы, это о передаче военных городков, не только наших городков А и Б, но и вообще в Московской области, в муниципальную собственность. С личной бедой в приемную приехала жительница городского поселка Малаховка. В этом году умерла ее дочь. И теперь она одна воспитывает внучку инвалида по зрению. По ее словам, пособие, которое положено получить ввиду смерти дочери, ей выплатили не в полном объеме, а в семье каждая копейка на счету. Все вопросы, озвученные в приемной, депутат внимательно выслушал и обещал разобраться в проблеме. Он также объяснил, по какой схеме обычно действуют в таких случаях. Как правило, проблемы решаются на уровне главы. Если эта компетенция не главы, а каких-то правоохранительных органов, то депутат отправляет свое обращение в прокуратуру. У члена партии «Единая Россия» тоже было пожелание гражданам. Он попросил их по возможности приходить на подобные встречи с написанным заявлением. Чтобы нам легче было понять содержание, суть того вопроса, с которым человек пришел, необходимо, конечно, чтобы это было изложено на бумаге. Кроме того, депутат Государственной Думы рассказал, что на данный момент он и его соратники прорабатывают три важных законопроекта в социальной сфере. Они будут касаться вопросов улучшения условий жизни инвалидов, социального обслуживания населения и пенсионной реформы. Евгения Рябова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Депутаты городского совета депутатов собрались на очередное заседание с целью утверждения бюджета города Люберца на 2014 год. Необходимо отметить, что этот проект предварительно был обсужден на публичных слушаниях, а депутатские комиссии досконально проработали все статьи доходов и расходов, составляющих этот важнейший документ. Проект бюджета был составлен в соответствии с изменениями налогового бюджетного законодательства Российской Федерации и с учетом основных направлений бюджетной политики, утвержденных президентом России, губернатором Московской области, а в некоторой ее части главой города Люберца. Если говорить о бюджете города на 2014 год в цифрах, то они таковы. Его общий объем в целом составит 624 миллиона рублей, что на 69 миллионов больше, чем в прошлом году. Расходная часть планируется в 686,5 миллиона рублей. Дефицит бюджета составит 62,4 миллиона рублей, что соответствует предельному размеру дефицита бюджета, утвержденного в бюджетном кодексе Российской Федерации. Большую часть бюджетных средств, а это 536,8 миллиона рублей, в следующем году планируется направить на развитие 13 муниципальных программ. Среди них программы по снижению административных барьеров и повышению качества муниципальных услуг, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, развитие имущественного комплекса города Люберцы, а также мероприятия по поддержке культуры, массового спорта, дорожно-транспортного комплекса и ряд других программ. Впервые в городе сформирован дорожный фонд, который должен, в принципе, по нашим расчетам, он будет составлять 238,6 миллиона рублей. Таким образом, мы в следующем году планируем на содержание и ремонт дорог, это тот показатель, который люди оценивают и сравнивают нас с ближними территориями, то есть на содержание и ремонт дорог мы направим 142 миллиона рублей, или, скажем, если мы говорим по отношению к этому году, к 2013 году это на 24,6% больше. И на ремонт дворовых территорий мы думаем направить 93,6 миллиона рублей. Это, по сути, в два раза больше, чем было в 2013 году. Большие средства планируется направить на благоустройство более 124 миллионов рублей и на содержание жилого фонда более 38 миллионов. Мы будем стремиться, чтобы вопросы, связанные с благоустройством, жилым фондом, дорогами, освещением, эти вопросы были бы на уровне Москвы. Хотя это сделать предельно тяжело, потому что, как я уже сказал, деньги совершенно разные, но не в этом дело. Если мы грамотно и эффективно будем все это использовать, мы будем стремиться соответствовать нашему столичному соседу. Выступая на заседании, Владимир Ружицкий отметил, что городская администрация совместно с местными законодателями, чтобы достичь желаемого результата, должны тратить каждую копейку бюджетных средств эффективно, целенаправленно и предельно прагматично. После чего бюджет города Люберцы на 2014 год был единогласно принят депутатами. И еще несколько важных решений было принято в этот день на заседании. Об уменьшении ставки земельного налога до 0,2% в отношении земельных участков, занятых под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. А также освобождение от уплаты земельного налога многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум и установление 50% льготы для малоимущих граждан, имеющих право на социальную помощь. Все эти меры начнут действовать с 1 января будущего года на всей территории Люберецкого района. Ольга Щевелева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Вы смотрите программу «Итоги недели», и мы продолжаем эфир. Местные власти провели плановое совещание по проблемам микрорайона «Красная горка». Отрадно, что в условиях наступившей зимы наконец решен главный вопрос теплоснабжения. Однако до сих пор остаются недоработки в плане перевода домов на постоянную схему электроснабжения. Суть проблемы состоит в том, что между управляющей компанией «Союз Люберцы» и ДСК-5, входящей в группу компаний СУ-155, до сих пор не подписан акт об разграничении балансовой ответственности. И даже после вмешательства в эту историю заместителю министра энергетики Московской области процесс с места не сдвинулся. Сразу же пошел сбой в том плане, что те сроки, на которые ссылаются СУ-155, они уже поплыли. По ключевым позициям, я не говорю мелочные вопросы, Владимир Петрович, а ключевые позиции, как установка приборов учета, то есть счетчиков, которые отсутствуют в корпусах. Значит, срок был 2 декабря. Этот срок был, так сказать, взят на контроль. 2 декабря мы посмотрели на эти вещи. Ну, работы не были выполнены, слово, так сказать, не сдержали, но обещают сегодня закрыть эту тему. Представители ДСК-5 настаивали на том, что работы идут по плану и близки к завершению. Однако, как выразился Бронислав Кореновский, и его поддержали другие участники совещания, репутация компании, мягко говоря, подмочена, и веры в обещания ее сотрудников нет. Мы говорим, что завтра могут быть подписаны акты, да, Дурнанджи? При одном условии, если вы поставите все, что там необходимо поставить. Исходя из, так сказать, наших долгих, так сказать, вот этих каких-то таких рабочих непонятных ситуаций, доверия к вам нет. О ходе дорожных работ доложил заместитель руководителя администрации Люберецкого района Алексей Передерко. По вопросам освещения Гагаринского проспекта вопрос обещали решить в экстренном порядке. Особое внимание к 263-му проезду. Этот проезд крайне необходим. Прошу записать протокол. Почему? Потому что те внутренние дороги Наташинская и Назаревская, они не обеспечат движение общественного транспорта. Даже сейчас, когда мы еще с вами не запустили машины на эти улицы, да, уже практически вдоль этих всех улиц стоят парковочные, ну, занятые парковочными местами, да, и у нас с вами только центральная часть. Габарит улицы не позволяет уже практически работать на этой улице. Транспорту общего пользования. Также на совещании были озвучены вопросы благоустройства и строительства социальных объектов в микрорайоне. Здесь, впрочем, больших проблем нет. Мелкие решаются в плановом порядке. Самое главное, и это больше всего волнует жителей, чтобы срок была сдана поликлиника. Ирина Назарева подтвердила. В третьем квартале будущего года медучреждения вступят в строй. Ольга Щевелева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Глава Люберецкого района и города Люберца Владимир Ужицкий на очередном рабочем совещании по вопросам застройки микрорайона 7-8 отметил, что обслуживающим компаниям необходимо плотнее сотрудничать с населением. Он поддерживает жителей в их желании знать, как выглядит план застройки и благоустройства нового района. По словам представителей управляющих компаний, с этими документами можно ознакомиться в их офисе. Однако глава Люберецкого района и города Люберца попросил жилищные организации идти в ногу со временем и разместить всю информацию на сайтах. Компания должна разместить. Не будет размещать, будем менять управляющую компанию. Мы здесь никого не будем уговаривать или упрашивать. Есть установка с администрацией, работа с жителями. И сегодня, скажем, такие технологии информационные позволяют иметь там всё. Курировать этот вопрос будет начальник управления благоустройства города Ольга Балашова. Кроме того, присутствующим на заседании жителям рассказали, что свои замечания и предложения они могут оставлять по телефону 8-495-503-3200. Горячая линия работает круглосуточно, все разговоры записываются на диктофон. Потом информация оперативно попадает в администрацию. Посуда, тёплые одежды и продукты питания из разных уголков России. Именно эти товары представлены на рождественской ярмарке, открывшейся в городе Люберце 2 декабря. Торговые ряды посетили не только люберчане, но и глава района и города Владимир Ружицкий. Ежегодная предновогодняя ярмарка в этот раз расположилась вблизи остановки «Гастроном». Здесь в ассортименте представлены тёплая зимняя одежда, пледы, одеяло и, конечно же, продукты питания. Глава Люберецкого района и города Люберце Владимир Ружицкий посетил ярмарку с целью проконтролировать ход торговли и качество представленных товаров. Мы контролируем, естественно, я буду надеяться и уверен, что здесь продукты должны быть качественные. В ходе осмотра Владимир Петрович не удержался и сам сделал несколько покупок, отметив разнообразие товаров и их доступность. Глава также обратила внимание жителей на то, что в скором времени в Люберецком районе, рядом с таможенной академией, будет открыт современный рыночный комплекс. Ко мне поступает очень много жалоб. Закрыт рынок на Северной площади. Понятно для людей сложно, потому что это овощи и продукты питания. Там уже была товарица. Такой рынок будет цивилизованный, современный, возле таможенной академии. Там будут продукты питания разнообразные. Это и овощи, и фрукты, и мясо, и рыба. А также будут и небольшой вещевой рынок. Но мы главную задачу ставим, чтобы там был рынок продуктов питания разнообразный. Рождественская ярмарка будет работать каждый день с 10 до 7 вечера и завершится 8 декабря. Кристина Моносорян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Встреча известного российского боксера Николая Валуева и 14-летнего подростка Никиты, пациента областного ожогового центра Люберецкой детской больницы, случившаяся в мае этого года, переросла в крепкую дружбу спортсмена и этого медучреждения. После осмотра ожогового отделения именитый гость пришел к выводу – больнице надо помогать. Больнице требовалась срочная помощь. В ожоговом отделении, куда поступают дети с различными степенями ожоговых травм не только из Московской области, но и со всей России, сломалась флюидизирующая кровать. А именно она дает 50% успеха при лечении больных. И Николай Валуев не только нашел людей, которые вложили деньги в починку медоборудования, но и приобрели еще одну кровать. Ее-то и показали гостям, а точнее благотворителям. Для детей, у которых спина, даже если спина не поражена, просто много ожогов. Даже на переднем поверхности туловища, да, особенно маленький ребенок, ему все равно здесь намного комфортно. Сухо, тепло. Вот, пожалуйста, сейчас посмотрите, у нас тут двое маленьких детишек, которые прошли этот клиентрон, потом в отделении они были на этой кровати. Вот они сейчас там уже, это, команда выздоравливающих, они бегают уже по отделению. У одного было 40%, у другого 40%, по-другому. Сейчас спина, попа – это очень много. Вот, я скажу, что благодаря этим кровати, оба они без операции обошлись. Кстати, люди, которые помогают детской больнице, не стремятся получить от своих поступков какие-либо дивиденды, не жаждут славы и почета. Поэтому при съемке попросили не называть имен, должностей и названий фирм, которые принимают участие в благотворительном проекте. Как и сам Николай Валуев, выступающий в нем в качестве простого человека, способного откликнуться на чужую беду. И это доказательство тому, что все идет от сердца и желания помочь больным детям. Я еще больше рад, что у меня есть возможность быть рядом с людьми, которые живо откликаются на такие человеческие, очень важные, с одной стороны, вроде простые, но и очень сложные проблемы. Как вот сегодня мы находимся, тот повод, по которому мы находимся. Я в первую очередь хочу сказать всем огромное спасибо, всем тем, кто здесь сидит, тем, кто загорится этим, кто здесь в первую очередь работает. За ваши руки, за ваш труд, за неиспанные, как говорится, ночи. Это дорогого стоит. Уже несколько лет с детской больницей работают волонтеры фонда помощи детям «Дети Солнца». Представление к праздникам для маленьких пациентов, а также привлечение внебюджетных средств – это их вклад в святое дело благотворительности. Всегда и везде, во всех странах, во всех народах обязательно внебюджетные средства привлекаются таким значимым направлением, как образование медицины. Причем в огромном количестве, там, в США до 40% финансируется из внебюджетной сферы. Примерно то же самое в Европе. И в некоторых точках нашей страны уже тоже появилась такая тенденция. ЦВЦ – это огромное, всем спасибо. За последние годы государство выделяет огромные деньги на модернизацию здравоохранения. И все же благотворительность крайне необходима медикам. Она позволяет решать вопросы гораздо быстрее и конкретнее, применительно к насущим проблемам больницы. Мне хочется от души поблагодарить всех безразличных людей, потому что, когда больницы наши и наши врачи, кроме того, своих знаний получают современное оборудование, которое помогает им именно поднять на ноги детей, это стоит дорогого. Спасибо вам большое за добрые и отзывчивые сердца. Спасибо. Благотворительный проект Николая Валуева, его друзей и волонтеров фонда «Дети солнца» только набирает обороты. Уже оплачено оборудование для открывающегося в больнице детского нейрохирургического отделения. И это не последний вклад леценатов в общее дело – здоровье маленьких жителей нашей страны. Ольга Щевелева, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Сотрудники Люберецкой пожарной части провели профилактическую работу на строительных объектах района. На сегодняшний день на территории, которую они курируют, находятся более ста площадок. Практически на каждой из них есть специально предусмотренные помещения, где строители могут переодеться и отдохнуть. Чтобы избежать несчастных случаев, важно донести до сознания всех рабочих правила пожарной безопасности. Были розданы листовки на противопожарную тематику, проведены инструктажи на тематику соблюдения требований правил пожарной безопасности. Также важно, чтобы при создании таких бытовок предприниматели не экономили средства и устанавливали всю технику, необходимую по нормам пожарной безопасности. Все электрифицированные помещения должны иметь устройство защитного отключения, ну и, конечно же, первичные средства пожаротушения и автономные пожарные извещатели, которые должны находиться в бытовых помещениях. Инспектор по пожарному надзору Сергей Зубков отметил, что подобные профилактические беседы действуют эффективно. Возгораний в этом году было меньше, чем в предыдущем. Вы смотрите программу «Итоги недели», и мы продолжаем эфир. Навести порядок в рекламной отрасли призвана новая государственная организация «Мособлреклама». Приказ о ее создании подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ведомство будет отвечать за размещение наружной рекламы. Порой рекламные щиты своим потрепанным внешним видом портят фасады зданий и общую архитектуру города. И, кроме того, некоторые конструкции угрожают здоровью и жизни людей. В любой момент они могут рухнуть прямо на голову прохожим. Но даже если баннеры эстетически приемлемы и технически безопасны, остается еще одна проблема. Нелегально размещенная реклама – это потери областного и муниципального бюджета. А эти деньги могли пойти на создание комфортных условий для жизни населения. Теперь эти вопросы на контроле у компании «Мособлреклама». Кроме того, ее сотрудники будут отслеживать и демонтировать щиты с рекламой алкогольных напитков и сигарет. Номер телефона круглосуточной горячей линии для обращения граждан по вопросам обеспечения льготными лекарствами в Московской области изменился. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Всего в Подмосковье проживает около 500 тысяч региональных льготников и чуть больше 200 тысяч федеральных. Большая часть из них имеет онкологические заболевания. Вторая крупная группа – больные с сахарным диабетом. В сеть программы дополнительного лекарственного обеспечения входят 415 аптек и оптичных пунктов. В обеспечении льготными лекарствами граждан по программе участвуют 4,2 тысячи организаций. Специализированная горячая линия заработала в Подмосковье еще прошлой зимой. Благодаря ей жители региона могут круглосуточно сообщать о перебоях с поставками медикаментов. Новый номер телефона колл-центра – 8 498 602 0359. В кадетской школе города Люберцы праздник. Ежегодно в декабре проходит посвящение пятиклассников в кадеты. Ребята зачитывают торжественные обещания и становятся настоящими военными. Прием в кадеты – ежегодный ритуал школы. Первыми в зал входят старшеклассники. За ними – виновники торжества, учащиеся пятого класса. После построения военрук отдает рапорт директору школы о готовности к проведению мероприятия. И тут начинается главная часть праздника. Учащиеся пятого кадетского класса зачитывают торжественные обещания – ходить на занятия, выполнять домашние задания, прославлять свою школу. Видно, как они волнуются, ведь сегодня к ним приковано внимание родителей, учителей и почетных гостей мероприятия. Наконец, все 36 человек прошли обряд посвящения. Многие из них мечтали об этом дне с первого класса. Я этого очень давно хотел. Я хотел поступить в военное какое-то учебное заведение, чтобы я был военным, и вот моя мечта засуществилась. После основной части праздника учащиеся кадетской школы продемонстрировали все свои таланты. Восьмоклассницы показали гостям свои навыки фехтования, ученики старших классов подготовили танец, а воспитанники школьного хора исполнили песню «Большая ты Россия». Все эти умения получены ребятами в стенах родной школы. Не случайно она вошла в сотню инновационных образовательных учреждений России. У нас школа общая образовательная. Она отличается второй половиной дня дополнительными занятиями. И эти дополнительные занятия – это, говорю, эффектование, это и бальные танцы, это и хор, это и гитара. Конечно, они же развивают не только физические какие-то наклонности у детей, они интеллектуально развивают и к красоте прививают детей. Кадетская школа, по словам директора, может служить не только первой ступенькой военной карьеры. Каждый ребенок сможет найти в процессе учебы то, что интересует именно его. А пока у пятиклассников вновь начинаются трудовые будни, но уже в новом звании – кадетов. Кристина Монасторян, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. В Люберецкой гимназии номер пять прошел районный семинар «Хоровод дружбы». Гостями встречи стали классные руководители социальной педагоги и заместители директоров по воспитательной работе из многих школ Люберецкого района. В ходе семинара гости познакомились с наработками педагогического коллектива образовательного учреждения в области толерантности. При входе во двор гимназии в глаза первым делом бросается усыпанный цветами памятник герою Советского Союза Николаю Ивановичу Власову, чье имя носит это учебное заведение и чей день рождения здесь отметили 27 ноября. Это одна из традиций гимназии, как и та, по поводу которой был устроен районный семинар. Воспитание учащихся в духе терпимости и уважения к нациям и народностям, населяющих нашу страну и весь мир, педагоги придают огромное значение. Те высказывания в адрес той или иной нации, оскорбления, унижения, это, конечно, задевает за душу каждого, потому что хочется жить в мире и согласии. Поэтому давайте быть дружнее, давайте будем добрее, давайте любить и понимать друг друга, и у нас все получится. Долгие годы учреждение являлось экспериментальной площадкой для областного проекта «Межкультурный и межконфессиональный диалог в образовании». Так как национальный состав гимназистов многообразен, наработки, полученные в ходе этого эксперимента, оказались крайне полезными и в сегодняшней работе с подрастающим поколением. У педагогов гимназии есть чем поделиться со своими коллегами из других школ. Вы знаете, мне всегда волнует и волновал вопрос, в чем причина вот этой нетерпимости по отношению друг к другу, как бы нам не впасть вот в эту пропасть. Поэтому очень бы хотелось, я надеюсь, я верю, благодаря коллективу гимназии номер пять и благодаря всем педагогам, которые в Люберевском районе, мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы в нашем школьном доме люди понимали друг друга, берегли друг друга и уважали людей другой национальности. И тогда у нас в стране будет порядок. Хоровод «Дружба» в исполнении учащихся гимназии – это красочные национальные костюмы, песни, украинские частушки и русские топотушки, пляски, страстная испанская хабанера, греческие сертаки, еврейская хаванагила и все это под громкие аплодисменты. У меня класс на самом деле, очень много наций. Да каждый человек, наверное, не чисто же русский, нет уже на свете, наверное, чисто одной нации человека. И все спокойно ладят, и в классе нет никаких конфликтов. У меня лично, ни на улице, ни дома никогда не было конфликтов. И поэтому я считаю, что проявлять толерантность – это только высший уровень интеллекта. Если ты можешь себя, это, наоборот, достойно уважения. В тесном контакте с педагогами находятся и родители гимназистов, воспитывая своих детей в духе толерантности и любви к нашей общей родине – России, не забывая при этом и о национальных корнях. Они у меня, по идее, здесь рожденные, поэтому они российские обычаи больше знают, чем наши народные. Просто народные, я сама их уже дополнительно учу и говорю, что вот какой праздник, как справляется, что надо делать. И к уважению к старшим, младшим, как все это делать, это все у нас, насчет этого у нас все стабильно. Скажите, пожалуйста, а русские праздники вы справляете? Справляем, конечно. Отдельной частью хоровода дружбы в гимназии всегда является богато накрытый стол. Все яства приготовлены руками ребят. Глаза разбегаются при взгляде на такое вкуснейшее великолепие. Татарские пирожки, узбекский плов, армянская гата, сациви, русский борщ и блины. И как бы не назвать все это, скатертью, самобранкой или дастарханом – смысл один. Все мы – одна большая многонациональная семья. Ольга Щевелева, Валентин Говоров, Криверецкое районное телевидение. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы продолжаем эфир. Умник в седьмой школе. На днях в общеобразовательном учреждении состоялся открытый урок для учащихся и педагогов. В рамках ученического самоуправления старшеклассники в этот день проявили свои организаторские способности, возглавив университеты кафедры. В рамках воспитательной программы «Экология детства» школа номер 7 на один день стала университетом мира, науки и коммуникативности, сокращенно «Умник». Педагоги и ученики образовательного учреждения представили на суд администрации программу, посвященную Всемирному дню науки за мир и развитие. Эта программа состоит из трех направлений. Экология природы, экология здоровья и экология души. И вот мы стараемся эту программу в урочную и неурочную деятельность воплотить в жизнь. И сегодня в рамках этой программы «Экология детства» у нас работают кафедры, у нас даются открытые мероприятия. И на каждой кафедре ребят ждут новые открытия. В рамках школьного ученического самоуправления старшеклассники возглавили работу университета. Как и во многих вузах, здесь есть ректор, декан и заведующий кафедрами. Самое главное, чтобы об этом празднике узнали, чтобы получили знания на каждой из кафедр, и чтобы было интересно. Три деканата, 12 кафедр и 340 человек, задействованных в мероприятии. Ученики с 4 по 9 классы приходят на уроки, продолжительность которых всего 10 минут. За это время ребята проводят опыты с электричеством и даже перемещаются в будущее на машине времени. Показываем опыты с электричеством, просим детей, развивая воображение, ответить на вопросы, чтобы они увидели и взяли в будущее. И показываем им опыты, где они убеждаются в том, что нельзя верить своим глазам, а надо видеть в науке. А вот на кафедре информатики или Билла Гейтса учащиеся изучали синквейн. Ребятам предложили порассуждать на тему «Бизнес со скоростью мысли». Это развивает мышление, это критическое мышление относится, это блок критического мышления, который входит в состав любого педагогического разработки. Вот именно синквейн, который позволяет детям работать именно критическим мышлением, вот они работают по группам. Значит составляют, потом из них, когда берем самую лучшую работу и ее выбираем. Вот таким образом это происходит. Закончился этот праздник танцевальным флэш-мобом и запуском воздушных шаров и белых голубей ручной работы, которые являются символом мира. Лилия Хайрульна, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Каждый год 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Такое решение было принято Всемирной организацией здравоохранения и Генеральной ассамблеей ООН в 1988 году. Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какой угрозы несет эта глобальная эпидемия, о масштабах трагедии и о том, что эта чума 20-го, а теперь уже и 21-го века угрожает существованию человечества. Если брать Люберецкий район, то в Люберецком районе более 1700 ВИЧ-инфицированных, из них 14 детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. Еще недавно считалось, что СПИД – это заболевание жителей африканских стран, наркоманов, гомосексуалистов и людей, ведущих разгульный образ жизни. Но сейчас заразиться может каждый. Например, при посещении мастера маникюра, у которого инструменты не всегда обрабатываются должным образом. Также существует большая вероятность заболевания в частных салонах, при пирсинге, татуаже и других косметических процедурах. Особенно тату. Молодые люди идут в частные салоны, в какие-то подвальные, где им делаются потрясающе красивые тату. Но делаются они одной краской, сразу нескольким клиентам. И, соответственно, риск заразиться при татуаже очень высок. Сейчас очень высок. Особенность этой болезни в том, что определить наличие вируса возможно спустя 3-6 месяцев. Если возникли подозрения о заражении ВИЧ-инфекцией, вы можете бесплатно сдать анализ крови в муниципальном учреждении здравоохранения. С 2004 года болезнь переведена в категорию хронических. То есть предотвратить острую фазу развития возможно на ранних стадиях. Лекарств достаточно много, более 20 схем сейчас, которые мы можем пациенту назначать. Поэтому если даже какой-то, допустим, перебой в поставке, как бывает, да, к сожалению, у нас всегда есть чем заменить. То есть если человек хочет лечиться, он получит это лечение абсолютно бесплатно. Не стоит забывать, что вирус не передаётся воздушно-капельным путём через бытовые предметы, объятия, поцелуи, насекомых или животных. Но элементарные меры предосторожности, такие как проверка стерильности инструментов в клиниках и салонах, использование одноразовых иголок, защита при половом контакте, позволят чувствовать себя защищённым. Наталья Константинова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Фиолетовая ветка метрополитена пополнилась новыми станциями – Лермонтовский проспект и Жулебино. Этого события жители ждали 20 лет. В рубрике «Свободный микрофон» мы решили выяснить, оправдались ли ожидания люберчан и москвичей. Ура! Наконец-то я доехала из Москвы в Люберце на метро. Пробки, автобусы – всё это в прошлом. Интересно, окружающие также рады открыть новую станцию, как и я? Я рад, что появилась новая станция метро. Теперь нет очередей в автобусах. Автобусы свободны. Конечно, рады. Теперь можно быстро добраться до Жулебино, не стоять в пробках. Очень удобно. Мне так удобно к дочке ездить. Она живёт у меня вот на Лермонтовском проспекте. И вот сегодня я первый раз еду. Новая станция, яркие, свежие краски. Просто красота! Какие хорошие двери! Не нравятся быть позади идущего. Возле станции метро чисто и аккуратно. А если кому-то надо ехать дальше, то они спокойно могут пересесть на автобус. Интересно, а есть ли здесь вообще какие-то недостатки? Три поезда идёт, да? Первый идёт от Лермонтовского проспекта, второй идёт от Выхина, третий идёт именно от Кузьминок. То есть на Выхина ты уже влезть не можешь. Вот единственная проблема. В принципе, всё нормально. Для меня нет, потому что я вот езжу во время, когда она уже удобная. А вот в 7 утра там, говорят, печально. Ну, к счастью, я этого не вижу. Так что у меня замечательно. Когда сделают эти переходы? Трудно переходить светофор по луже со всех сторон. Ну, это нормально. И вот здесь огромная лужа была. Они чуть-чуть её убрали сейчас, слава богу. А пока не позвонила несколько раз, никто ничего не убирал. Может быть, недостаток вот парковочных мощностей какой-то? Не продумали как-то. Поток будет большой явно, а где ставят машины, что с ними делать, непонятно. Ну, пожалуй, всё. Остальное всё хорошо. Там идёт строительство. И, конечно, грязно, ужасно. Пройти невозможно. Надо быть хорошим спортсменом, чтобы перепрыгнуть эти лужи. И ничего не предпринимается. Ну, что ж, в мире нет ничего идеального. Ветка метро перегружена, недостаточно парковочных мест. А возле стройки нет тротуара. Ну, что ж, будем надеяться, что эти недостатки скоро устранят. В Центральной библиотеке имени Сергея Есенина состоялся творческий вечер Светланы Самченко. Оказалось, что корреспондент газеты «Люберецкая панорама» пишет не только очерки и статьи. У Светланы очень много стихов и песен, которые она представила широкому кругу зрителей. До этого дня никто и не предполагал, что Светлана Самченко обладает таким количеством талантов. Оказалось, что корреспондент и фотограф пишут ещё и замечательные стихи. А также мастерски владеет гитарой. И опять впереди с уходящими в битву войсками. И в седой горизонт упирается изгородь ряда. И рисует бессонница чёрным круги под глазами. И холодное зимнее солнце блестит, как слюда. Светлана выросла в семье военнослужащего. И это не могло не сказаться на выборе профессии и направлении её творчества. Основной темой произведений, представленных публике, была война. Первая специальность – это гуманалитики журфак МГУ. Вторая – это именно кафедра истории империалистических войн. У меня по ней диссертация, у меня по ней написаны книги. Вот этот предмет здесь болтается не просто так. Я работал в военной прессе. Ну, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Зрители, в числе которых были и ценители поэзии, поначалу отнеслись к выступлению Светланы настороженно. Но после прочтения нескольких произведений стало ясно – людям её творчество нравится. Вот это наше сердечко, вот вам, чтобы вы знали, что мы с большим сердцем, с удовольствием прослушали вот ваше выступление. Большое, большое спасибо. Вполне возможно, что теперь творческая жизнь Светланы будет более насыщенной, ведь её произведения вызвали у публики неподдельный интерес. Я не являюсь концертирующим бардом. Я пишу стихи, делаю к ним какую-то мелодикламацию. Если мне говорят «Приходи», я беру и прихожу. Так что позовут, приду. Выступление продолжалось более полутора часов. За это время зрители успели и пообщаться с автором-исполнителем, и послушать большое количество стихов и песен. Дмитрий Хахуля, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы продолжаем эфир. Звёздный парад на ЛРТ. Впервые наше телевидение в новогоднюю ночь покажет зрителям Люберецкого района свой «Голубой огонёк». Съёмки программы прошли в зале одного из ресторанов города. «Голубой огонёк» стал таким же неотъемлемым атрибутом Нового года, как шампанское, оливье и мандарины. В этом году такую праздничную программу впервые покажут в эфире Люберецкого районного телевидения. Гостей праздника встречает моя коллега Ольга Чуканова. Ольга, как настроение? Здравствуй, Лилия. Настояние хорошее, веселое, праздничное. Гостей действительно очень много. Все проходят, делятся эмоциями, впечатлениями. Но самой яркой, наверное, была пробежка Сергея Крылова, потому что без остановки он пробежал мимо нас, потому что все уже ждали его выступления. И, к сожалению, не удалось у него с ним пообщаться, спросить, как он себя чувствует, как он успел добраться, потому что действительно время не было впритык. Грань между артистами, зрителями, телезрителями почти сотрется, и все окажутся в одном зале ресторана, где их ждет множество звезд и яркие номера. Шоу обещает стать самым масштабным новогодним проектом Люберецкого районного телевидения. Данное мероприятие проводится впервые на Люберецком телевидении. И, конечно же, мы готовились очень быстро, было всего лишь полтора месяца на подготовку. Нужно было собрать многочисленных артистов. Списки постоянно у нас менялись. Но самых знаковых мы оставили, и они здесь сегодня на сцене выступают и поздравляют наших люберчан. Порядка 47 звезд эстрады присутствуют на сегодняшнем празднике. Но самое интересное, как всегда, все проходит за кулисами. Вот, пожалуйста, мы встретили братьев Тарсуевых. Как настроение, как сегодняшние съемки проходят? Все замечательно. Все отлично. Спасибо. Настроение новогоднее. Съемки, как всегда, все непросто, ну, интересно и весело. Что можете пожелать нашим телезрителям в Новый год? Ну, конечно, хочется всем-всем пожелать, что в этот замечательный наступающий год лошади всем лошадиного здоровья, не побоюсь этого слова, в общем-то, отчасти, наверное, мудрость, конечно, достатка и любви. Съемки великолепны, настроение прекрасное, так что все хорошо. Я надеюсь, что в год лошади я буду на коне. Создатели шоу, авторы сценария подготовили для телезрителей множество сюрпризов. Вот на этом уютном диванчике мой коллега Алексей Адамов привечает сегодняшних звезд. Алексей, расскажите, какие сюрпризы вы подготовили в праздничную ночь для наших телезрителей? Это будут настоящие звезды. Алексей Глызин, Сергей Крылов, Леси Песня. Ну, я думаю, что лучше посмотреть новогоднюю ночь, эту программу, тем более она будет идти три дня по часу, и все поймут, что к нам приехали только звезды российской эстрады. Настоящий парад звезд веселой компании «Голубого огонька» для всех телезрителей на ЛРД. С вами были Лилия Хайрулина, Дмитрий Куликов, Биберецкое районное телевидение. Во дворце спорта «Триумф» состоялся международный турнир по боксу среди профессионалов. За день до турнира боксеры прошли обязательное взвешивание и медицинское освидетельствование. Гвоздем турнира стал поединок между волгодонцем Дмитрием Кудряшовым и Заком Мвекасой из республики Конго, который завершился победой россиянина нокаутом на 50-й секунде. «Голубого огонька» «Голубого огонька» Тихо. Север. Эй. Най. Дэн. Бойный садовый! В первой раунде, 50-ая секунда победы на Каллова. Дмитрий Кудришак! А сейчас ко мне присоединяется моя коллега Ольга Чуканова, которая познакомит вас с обзором мировых новостей. Я же Лилия Хайрулина, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и приятных выходных. В Украине не увенчались успехом попытки оппозиции отправить правительство в отставку. А митингующие в Киеве уже заявили, что будут стоять на Майдане до тех пор, пока Кабинет министров не сложит полномочия. Украинскому парламенту не удалось отправить в отставку правительство во главе с премьером Николаем Азаровым. Во вторник в Верховной Раде не набралось достаточных голосов для принятия соответствующего постановления. Отставки правительства оппозиция потребовала из-за заявления Кабмина при остановке процесса подписания соглашения об ассоциации, а также из-за недавнего силового разгона студентов на Майдане спецподразделением «Беркут». Если есть основания просчитывать экономические показатели во время осуществления евроинтеграции, то это нужно было делать за год или за полгода, но не за неделю. Так что вы, Николай Янович, принесли Украине геополитическое поражение. «Это кабинет министров несёт ответственность за экономическую катастрофу, до которой дошла Украина. Украли столько, что Украина стала банкротом при премьере Азарове и при президенте Януковиче». Выступая перед депутатами, премьер Азаров принёс извинения за действия «Беркута» и сообщил, что тяжёлое экономическое положение в стране вызвано переплатой за российский газ. Он также потребовал прекратить блокирование административных зданий и дал понять, что у правительства достаточно сил для наведения порядка. «У нас сил достаточно. Те миллионы, на которых ссылается Яценюк, мы тоже опираемся на облаговляющее большинство людей Украины. Вчера прошли сессии большинства областных советов, которые представляют три четверти населения Украины. Они потребовали от правительства наведения порядка». По мнению политолога Анатолия Луценко, отставка правительства могла бы снизить уровень напряжения в украинском обществе. «Отставка правительства, конечно же, уменьшила бы уровень напряжения и выпустила пар. Потому что общественное настроение по уровню радикализма даже значительно сильнее, чем в 2004 году. И если вы видите, даже массовая поддержка таких акций, как блокирование дорог, блокирование административных зданий и так далее, она значительно сильнее, несмотря на погодные условия. Она практически каждым днём увеличивается». А тем временем в Киеве продолжается митинг в центре города на площади независимости. Его участники заявили, что будут протестовать до тех пор, пока правительство не подаст в отставку. Кроме этого, они выступают за импичмент президента и перевыборы парламента. Пенсионерка Наталья уже 12 дней подряд приезжает в Киев из Винницы. Она встаёт в 4 утра, чтобы приготовить еду митингующим. «Половину запасов из того, что готовили на зиму, привезли детям. Мы за то, чтобы им жилось лучше, чтобы нам создали лучшие условия. Рано или поздно правительство пойдёт в отставку. Мы будем стоять до Нового года, до ёлки». Напомним, на саммите в Виннисе президент Янукович не подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Решение властей спровоцировало массовые акции протеста в Киеве и других городах страны. Митинг в воскресенье собрал в столицу около полумиллиона протестующих. Крупнейшее ДТП в Бельгии. Из-за тумана там столкнулись сразу 132 автомобиля. Есть жертвы. По меньшей мере, один человек погиб. Десятки получили телесные повреждения в результате крупного ДТП в Бельгии. Из-за густого тумана на трассе столкнулись 132 автомобиля. Инцидент произошёл утром во вторник в муниципалитете Зоннебеке в Западной Фландрии, в 120 километрах от Брюсселя. Как сообщают водители, из-за тумана видимость на дороге была практически нулевой. Водители замечали столкнувшиеся ранее автомобили слишком поздно и сами тоже врезались в них. Много людей оказалось зажато в искорёжных машинах. На протяжении всего дня добровольцы носили им воду. В спасательных операциях приняло участие около 400 человек. Чтобы освободить людей, пришлось вручную резать металл. На месте была установлена медицинская палатка для оказания первой помощи. По данным местных властей, травмы получили не менее 67 человек. 13 из них находятся в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие отправлены в больницы. Трасса А-19, где произошла авария, закрыта в обоих направлениях. Группа французских экспертов объявила, что согласно её заключению бывшего палестинского лидера, Ясера Арафата полонием не отравляли. Вдова политика говорит, что потрясена этим выводом. Ясер Арафат, скорее всего, умер естественной смертью. К такому выводу пришли французские эксперты, которые исследовали останки тела бывшего палестинского лидера на наличие полония. Ранее группа швейцарских учёных, которая также изучала пробу плоти Арафата, заключила, что обнаружила полоний-210. Его содержание в останках якобы превышало норму в 18 раз. Вдова палестинского лидера Суха Арафат говорит, что потрясена выводами французских экспертов. «Вы можете представить, насколько я шокирована расхождениями двух заключений, которые сделали лучшие эксперты Европы в этой области». Ясер Арафат скончался в ноябре 2011 года в военном госпитале близ Парижа в возрасте 75 лет. Официальной причиной его смерти был назван обширный инсульт, вызванный внутренним кровотечением. Врачи не смогли определить точно, что именно вызвало кровотечение, сказав, что это, возможно, была какая-то инфекция. Позже в СМИ распространились подозрения, что Арафата могли отравить полонием. В прошлом году Суха Арафат запросила разрешение на эксгумацию тела мужа, чтобы взять пробы его плоти. Для этого были приглашены сразу три группы экспертов – из Швейцарии, Франции и России. «Конечно, мы не будем сдаваться. Нам необходимо, чтобы уважаемые эксперты дали нам единое заключение. То есть, если отравления не было, то дело будет закрыто, и мы, конечно, это примем. Если отравление было, то мы должны будем найти виновного – того, кто это заказал». Стоит отметить, что швейцарские эксперты также заявили, что, несмотря на наличие в останках Арафата полония, это не может однозначно доказывать, что политика отравили. Между тем, многие палестинцы, включая высшее руководство автономии, продолжают утверждать, что в смерти Ясера Арафата виновен Израиль. Иерусалим эти обвинения категорически отрицает. Детройт официально признан банкротом. Город задолжал кредиторам 18 миллиардов долларов. Американский город Детройт официально признан банкротом. Он погряз в долгах и не имеет возможности расплатиться с кредиторами. Такой вердикт вынес во вторник Федеральный суд США. Это крупнейшее муниципальное банкротство в истории страны. Долг города в настоящее время составляет 18 миллиардов долларов. Заявление о признании Детройта банкротом городские власти подали в июле. На тот момент при огромном долге дефицит бюджета составлял 380 миллионов долларов. Признание города банкротом предоставляет ему законодательную защиту от кредиторов. Теперь в течение месяца власти Детройта должны предоставить суду план о реструктуризации долга. Причём в рамках него они получили право сократить пенсии и другие выплаты бюджетникам. В связи с этим Американская Федерация госслужащих уже подала апелляцию на решение суда. Последние сто лет Детройт является автомобильной столицей США. Здесь находятся штаб-квартиры General Motors, Ford и Chrysler. Упадок экономики в городе начался около 40 лет назад вместе с кризисом американского автопрома. В 2010-м один из бывших мэров Детройта был приговорён к 28 годам тюрьмы за мошенничество, рэкет и укрывательство от налогов. Экс-диктатору Аргентины вынесли ещё один приговор. Рейнальда Биньоне приговорили к 23 годам тюрьмы за преступление против человечества. 3 декабря бывший военный диктатор Аргентины получил ещё один карательный срок за преступление против человечности. Суд в Буэнос-Айресе приговорил 85-летнего Рейнальда Биньоне к 23 годам тюрьмы за злодеяние, совершённой им в подпольном центре заключения на военной базе Кампо-де-Майо в период диктатуры с 1976 по 1983 год. Биньоне возглавлял страну в 1982-1983. Сейчас бывший лидер хунта уже отбывает сроки в тюрьме, включая пожизненные, по предыдущим приговорам за схожие преступления. Во вторник приговоры также были вынесены ещё четверым людям. Бывшему генералу Сантьяго Риверосу дали 25 лет тюрьмы, также вдобавок уже имеющемуся пожизненному сроку за преступление против человечности. Ещё троих приговорили к пяти годам за так называемое присвоение. Под этим термином в Аргентине подразумевают преступление, когда человек незаконно забирает или получает ребёнка и растит его как собственного. В период диктатуры тысячи человек пропали без вести, а их дети были присвоены семьями военных. По материалам обвинения у женщин-диссидентов отнимали грудных детей, а самих их в основном убивали, в том числе сбрасывали с самолётов в море. Сестра Адрианы Марии, в годы диктаторства работавшая психологом, пропала без вести по дороге домой с трёхмесячным ребёнком на руках. Младенца забрали и отдали в другую семью. Адриана говорит, рада видеть, что те, кто присваивал детей, понесли наказание. «Горжусь, рада за свою сестру. Я сделала то, что должна была, и ни о чём не жалею. Я продолжу поиски правды, продолжу выяснять, где она была и что с ней произошло». По данным правозащитных организаций, за семь лет так называемой «грязной войны» в Аргентине при участии спецслужб было убито около 30 тысяч человек. В ходе государственного терроризма организовывались массовые похищения, пытки и безрассудные казни. В Бразилии представили мяч Чемпионата мира по футболу 2014. Как рассказали разработчики, при его производстве был использован революционный дизайн. Давайте посмотрим. В Рив-де-Жанейро представили официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2014. На мероприятие приехали звёзды этого вида спорта и бразильские знаменитости. Презентация состоялась у подножия знаменитой статуи Христа Искупителя. Сначала всем присутствующим показали 3D-проекцию нового мяча. Его будут использовать во время всех матчей Чемпионата, который состоится в июне-июле будущего года. Потом уже реальные мячи опробовали футболисты, включая бразильцев Эрнони и Кафу, а также голландца Кларенса Зейдорфа. До презентации мяч прошёл серьёзную проверку. Его опробовало более 600 лучших футбольных игроков мира. Среди них – аргентинец Лионель Месси, испанец Икер Касильес и немец Бастиан Швайнштайгер, а также ещё 30 команд из 10 разных стран. Камера и каркас мяча – те же, что и в мячах предыдущих мировых и региональных чемпионатов FIFA и UEFA, но с особым бразильским оформлением. Его разработала компания Adidas. Создатели говорят, что революционный шестипанельный дизайн обеспечит мячу лучшую стабильность и аэродинамику. Процесс создания производства занял около двух лет. Модель этого футбольного мяча назвали «бразука», что на местном португальском диалекте означает «бразильский». За это название проголосовало более миллиона футбольных болельщиков Бразилии. Оказывается, путешествие Санта-Клауса по США и Канаде не остаётся незамеченным. За рождественским дедом пристально следят военные, используя даже спутники из космоса. Об этом подробнее. «Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки готовится к Рождеству по-особому. Уже более 50 лет в этом серьёзном ведомстве, которое объединяет США и Канаду, существует традиция отслеживать путь, по которому Санта-Клаус с подарками летит из своей резиденции на Северном полюсе к домам детей». В этом году был проведён тестовый полёт, в ходе которого при помощи новейших технологий военные отслеживали большую красную точку на радарах, то есть Санта-Клауса. После этого видео выложили на специальный веб-сайт. Удивительно, но это не розыгрыш. Эти забавные рождественские видеоролики каждый год создаёт действительно ведомство Воздушно-космической обороны. «Все началось в 1955 году, когда одна из торговых сетей США в рекламе случайно указала не тот телефон, по которому дети могли звонить Санта-Клаусу и заказывать подарки. Вместо этого тысячи звонков посыпались на командование Международной системы аэрокосмической обороны. Военные не растерялись и начали предоставлять точное место расположения Санты. Так и зародилась традиция. Начиная с 1960 года, согласно веб-сайту ведомства, Санки Санта-Клаусу сопровождают боевые истребители, чтобы обеспечить благополучную доставку всех подарков. В прошлом году эта программа привлекла на сайт более 22 миллионов посетителей. Кроме этого, колл-центр принял 114 тысяч звонков со всех Соединённых Штатов. Кстати, в этом центре работает около 1200 волонтёров. 24 декабря они будут сообщать детям, где же в данный момент остановился Санта. Кроме этого, путь рождественского деда можно проследить и онлайн на сайте norodsanta.org. И это всё, о чём я успела вам рассказать. Всего вам доброго и до новых встреч!